Сегодня мы рассмотрим прекрасную схему датчика присутствия, да, присутствия человека. И как эта схема работает. Электрическая схема представляет собой чувствительную автономную сигнальную систему. Это устройство реагирует в случае приближения человека или любого другого объекта в контейнере А на небольшое расстояние до полуметра. Разумеется, датчик будет срабатывать, включая нагрузку ванной дцепи тиристора при непосредственном контакте с антенной. Чувствительность системы обеспечена применением во входном каскаде полевого транзистора КП-305. В небольших пределах чувствительность можно регулировать, изменяя режим работы полевого транзистора путем корректировки сопротивления резистора Р3. Датчик устройства используется для охраны входной двери. Напряжение питания 4,5 В. Можно использовать три пальчиковых аккумулятора ААА. Однако, схема сохраняет работоспособность при падении напряжения до 2,7 В и увеличение напряжения до 5 В, то есть можно использовать, скажем, зарядный блок для телефона. Ток, потребляемый схемой в ждущем режиме, очень мал и составляет всего от 5 до 8 мА, что обеспечит 10-суточный режим беспрерывной работы в режиме ожидания. Это установлено практикой. Датчик реагирует, когда кто-либо подходит слишком близко к антенне или касается дверной ручки или пытается открыть дверь ключом. Чувствительность настолько высока, что сигнализация сработает, даже если взломщик будет орудовать в кожаных или резиновых перчатках. Реле будет включено до тех пор, пока кратковременным размыканием S1 не будет обесточена вся схема. На полевом транзисторе VT1 собран высокочастотный генератор, частота которого будет изменяться в случае приближения к точке А любого крупного предмета, поглощающего высокочастотное излучение. А резистор R3 подключен параллельно обмотке обратной связи и регулирует чувствительность. Как действует электрическая схема? Сейчас мы это разберем. В охранном, то есть ждущем режиме при подаче питания, полевой транзистор в сочетании с возбуздающейся обмоткой T1 генерирует высокочастотные колебания. Со вторичной обмотки T1, это правое по схеме, колебание выпрямляется диодом VD1. И этот положительный потенциал удерживает транзистор T2, постоянно открытым. Напряжение коллектор-эмиттер транзистора практически равно нулю. А это, в свою очередь, обеспечивает постоянно закрытое состояние тиристора VS1. Антенна в виде металлической петли нагружает, в случае приближения объекта к антенне, высокочастотный генератор. И его генерация срывается. В результате прекращается подача положительного открывающего напряжения на базу T2. Он закрывается, а тиристор, наоборот, открывается и включает реле или зуммер. Так как тиристор запитан от источника постоянного тока, он остается в открытом состоянии до тех пор, пока не разорвут питающую его цепь или не обесточат схему полностью. Этот простой датчик приближения отличает следующие достоинства. Портативность, автономность, гальваническая развязка сетью переменного тока. Это важно. Небольшие затраты на сборку и установку. Между тем, польза от его применения очевидна. Особенно в тех случаях, когда необходимо быстро и незаметно установить систему сигнализации. Устройство компактно в изготовлении и помещается в небольшой диэлектрический неэкранированный корпус. За пределы корпуса выводится лишь антенна А. В корпусе размещены монтажная плата, зуммер или реле и выключатель С1 и элементы питания. Антенна изготавливается из медной крепкой проволоки, которую припаивает к точке А. Она представляет собой изогнутую в виде вопросительного знака петли. Кусок провода длиной 60 см. Коденсатор С2 при необходимости нужно более точно подобрать для лучшего согласования с длиной и расположением антенны. В качестве трансформатора Т1 применяется согласующий трансформатор СТ1А, которым оснащались транзисторные портативные радиоприемники. Реле К1 на напряжение срабатывания соответствующее напряжение питания схемы. Можно, например, взять герконовое реле РЕС-55. Обеспечивает стабильную коммутацию исполнительного устройства при относительно низких напряжениях. Исполнительное устройство, на которое подается с помощью контакта в реле К1, на схеме не показано. Однако, подразумевается, что в его качестве радиолюбитель сможет применить подходящую звуковую схему. Мы рассмотрели сегодня прекрасную интересную схему датчика присутствия. Высокочастотные малошумящие диффузонно-планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и каналом N-типа. Это транзистор КП-305. Эти транзисторы предназначены для применения в усилителях высокой и низких частот с высоким входным сопротивлением. Аналогом транзистора КП-305 является транзистор МФИ-3004 или 2Н-4223. Второй транзистор нашей схемы это популярнейший транзистор КТ-315. На экране мы видим цоколевку транзистора КП-305 и расположение выводов этого транзистора. Аналогом ему является транзистор ПХТ-4-2, то есть 22-22. Напишите в комментариях понравилась ли вам эта схема, что вы думаете об этой схеме. И поставьте конечно лайк под этим видеороликом. А кто впервые на нашем канале, также поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Будет много интересного. Подписывайтесь на наш канал.